Всем привет, ребята! С вами снова я, Маша. Сегодня мы с вами будем тестировать супер-крутые гаджеты, как из ТикТока, так и не из ТикТока, а просто супер-крутые гаджеты. И да, ребят, мне кажется, это будет самый масштабный выпуск по тестированию гаджетов, потому что у меня их сегодня супер-много. Ну а теперь, ребята, пришло время передать вам приветики. Итак, здесь сейчас появится комментарий. Всем огромный привет, ребятушки! Спасибо, что оставляли комментарии под моими видео. Спасибо, что лайкаете видео, смотрите видео, ну и вообще спасибо за то, что существуете и знаете о моем существовании. Ну а если ты хочешь попасть в моё видео, ещё никогда в него не попадал, это нужно срочно исправлять, напиши комментарий и, возможно, в одном из следующих видео я передам привет именно тебе. Ну а теперь, ребятушки, давайте начинать! И первая штука, которую мы с вами протестируем, она у меня в руках, массажёр, который просто взорвал все социальные сети. Инстаграм, Ютуб, ТикТок, ВКонтакте, Одноклассники. Эта штука для того, чтобы массировать вот так вот. Он такой тяжёлый. Ядарёнкин-батонкин. Господи, как хорошо! Вот эта насадка самая популярная, о существовании вот этих я даже и не предполагала. У меня вот это, мне кажется, будет прикольно на ногах. Блин, круто! Ребята, это бомба, я вам реально говорю. И мы с вами определили, что эта штука лучшая ever forever. Я, кстати, брала на Wildberries, там огромный выбор, это сейчас не реклама, просто говорю, что я много где их искала. И там вот реально можно что-то выбрать. Следующий гаджет, который мы с вами будем тестировать, это специальные шары для стирки. Но если вы смотрите все выпуски, вы скажете, Маша, ты уже тестировала шары для стирки. Там были обычные пластмассовые шарики, но здесь у нас специальный ландер-лаундри-болл. В нём находятся какие-то... Я до сих пор не знаю, что это, но я знаю, что одной штучки должно хватить на тысячу стирок. Ну, короче, вообще, одни плюсы экономят всё, что только может экономить. У меня два шарика. Как хочется вскрыть и посмотреть, что внутри. Поскольку я супер-мажорка, у меня два шарика, я буду пользоваться сразу двумя. Но можно воспользоваться и одним. Я на этот раз буду жертвовать своё полотенце белое. Буду наливать сейчас на него всё, что только можно. Кетчуп, соевый соус, майонез и так далее. Но прежде чем я это сделаю, я его разрежу напополам. Потому что половину мы постираем без шарика, а половину с шариком, как вы понимаете. Чтобы установить точность, помогает этот шарик или всё и без него отстирается. Оооо, круче варенье и соус чили, который вообще, мне кажется, не отмоется. Что ещё у меня есть? Сначала мы берём вишню, которая покрылась вся плесенью, и наливаем. Ну, кайф, ребят, кайф. Дышим плесенью, всё как положено. Дальше мы берём соевый соус. Далее у нас соус чили. Такое чувство, что я суп готовлю. Фу. И шоколадный сироп. Его прям немножко, я не знаю, хорошо отстирывается. Нет, но он пипец какой-то дорогой, поэтому мне его прям жалко. И постираем сразу с шарами, да? Отстирается или не отстирается? Закидываем. Закрываем. Никакие порошки, естественно, нам ничего не нужно. Просто включаем стиралку. И стираем при 40 градусах 32 минуты. Посмотрим, что из этого получится. И то полотенце мы постираем после этого. В общем, ребят, тут такое дело, я решила вам это показать. Как вы знаете, там нет ничего, ни шампуня, ни порошка, ни гель для стирки, ничего. Но откуда-то появилась пена. Я должна вам была это сказать. Откуда пена в этих шарах? Кто знает, пожалуйста, напишите в комментариях, а? Ну, а я жду, когда постирается. Ну что, время подошло. Всё постиралось. Теперь мы узнаем результат помогать и эти шарики. Вроде отстиралось. Ничего плохого не могу сказать. Вроде отстиралось. Но всё равно выглядит, как половая тряпка. Ладно, давайте смотреть вообще, что будет с этим полотенцем. Пахнет-то как? Пахнет нормально, как будто с порошком постирали. В принципе, норм. Давайте посмотрим, как справится порошок с таким же полотенцем. Выберем самую мощную капсулу. Ставим на 40 градусов и на 32 минуты. И сравним потом оба результата. Всё готово, ребят. Она постирала. Сейчас мы всё узнаем, что же всё-таки лучше. Она тоже отстиралась. Но даже тут хуже. Тоже самое, слушай. Да, тоже тут какая-то вот еда. Ну, сильнее, конечно, пахнет. Давайте сравним. Вот это как будто темнее, да? Да, я вижу по камере, что это белее. Да, это темнее. Следовательно, порошок отстирывает лучше всякие разные загрязнения, чем вот эти вот порошочки ваши. Так что ставим им, ну, 5 из 10 рекомендовать я вам их не буду. Но если они у вас уже есть, то почему бы и нет? Ну, вы, наверное, спросите, Маша, а в чём же связь между туалетной бумагой и суперкрутым бластером? Так вот, ребята, связь прямая. Прикиньте, эта штука стреляет туалетной бумагой. Я пипецко хочу посмотреть на это. Вообще, вы знали о существовании бластера, который стреляет в туалетную бумагу? Я когда узнала, я такая... О май гад! Короче, смотрите, бластер, в него наливается вода, вставляется туалетная бумага, происходит какая-то химия, и он стреляет такими пожёванными кусочками туалетной бумаги. Вот это прикол! Здесь точно нужна инструкция. Первым делом мы берём вот эту штуку и вот эту, по всей видимости. Теперь мы одеваем сюда водичку. Она у нас дыркает, а нормально, смотрите. Мне кажется, не очень. А может, так и должно быть. Наверное, так и должно быть. Теперь нам нужно зарядить туалетную бумагу. Так, вставляем. Ну ладно, вставаем туда. Тогда! Дай! Трэш, ты чуть окно не выбил! Трэш, она огромная! Я теперь тебя боюсь. Они такие прикольные, смотрите, какие-то живки по бумаге. Дай мне, я тоже хочу! Бо-о-о-о-о! Ааа, жесть! Штука работает! Надо как-то понять, как она работает и зачем она нужна, но если бы мне было 10 лет и мне бы подарили такую штуку, я была бы бандиткой. Оу май гад, ребята, что это? Да это же супер маленькая машинка для кофе. Это самая маленькая машина для кофе в мире. И это сейчас не кликбейт и не какое-то просто тупое заявление. Это реально самая маленькая машинка для изготовления кофе. Русная мини-машина вокал нано-пресса. Цвет тилл вайт. Короче, белую выбрала, они бывают красные, зеленые, черные, всякие разные, разноцветные. И вот эта штука стоит 8 тысяч рублей. 8 тысяч рублей! Моя кофемашина, знаете ли, полторы тысячи стоит. И вот эта вот станция стоила столько же, сколько и вот эта машинка. Ну, я по акции брала. Не машинку, а станцию, как бы. Давайте смотреть, что это. Прикольно, как будто айфон купила. Чехольчик. Кстати, узнала то, что вот эти штуки бывают еще для капсул. То есть тут нужно обычное кофе, которое перемололи, но также они еще бывают для кофе-капсул. Вау! Нано-пресса предназначена для личного пользования. Это горловина. Там должна быть корзинка внутри. Это основной корпус. Это поршень. Ложка. Емкость для воды. Извлеките корзинку фильтра. Наполните ложку молотым кофе тонкого помола. Установите корзинку фильтра на верхнюю часть черпака. Переместите все кофе назад в корзинку фильтра. Плотно утрамбуйте обратной стороной ложки и очистите края. Чувствую себя баристой. Установите корзинку фильтра на верхнюю часть чашки. Плотно закрутите выпускную головку на основной корпус. Это вот это. Добавьте кипяток в емкость для воды. Плотно закрутите основной корпус на емкости для воды. Опасайтесь ожогов. А не опасайтесь, говорят, ожогов. Я как бы... Возьмите нано-пресса двумя руками, как показано выше. Начинайте накачивать, держа над чашкой. Ё-моё! Начинаем, ребята, двумя руками. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Это эспрессо. Теперь где-то нужно раздобыть горячее молоко в походе. Пахнет вкусно кофе. Ну, то есть достаточно приятно. Понюхай, пенка еще такая клевая. Как будто он не до конца, знаешь, горячий такой. Ну, у нас не прям кипяток. Давай начнем с того. Мы убрали 70 градусов воды. Кисляйте, да? Кофе, может, какой-то не такой. Ну, кофе, да, но я вообще не люблю черный кофе, поэтому для меня как бы... Ну, еще молока добавлю. Вообще хорошо. Вари вандерфул. Ну, реально, типа, круто. Мне понравилось. Теперь давайте разбирать и смотреть, как это все выглядит. Погадаем на кофейной гуще. Вижу 40 миллионов подписчиков в ТикТоке. Подпишитесь на ТикТок. Задайте будущему старт. А еще я вижу 3,5 миллиона подписчиков на Ютьюбе. Ребят, кофейная гуще фигни не скажет. Скрипочите в комментариях, хотели бы вы себе такой. Ну, а мне кажется, что его круто подарить тому, кто любит кофе, например, так же, как и я. И теперь мне нужен карманный капучинатор, потому что черное кофе я не пью. Надеюсь, карманный капучинатор уже кто-то придумал. Ну, а мы переходим к следующему гаджету. Окей, ребят, сейчас мы будем с вами тестировать автоматически консервный нож. Я вообще не знала, что такое существует. Выглядит оно вот таким вот способом. А мне повезло. Тут еще какой-то должен быть подарок. Ого! Открывашка винтовых бутылок и банок. Представляете? Она еще такая силиконовая. Вот это подгон. Спасибо. У нас есть инструкция. Кнопка старта. Зубчатое колесо. Нож, магнит, все дела. Все, мне нужно знать, куда батарейки вставлять. О, май гарбл. Давайте проверим, работает, нет? Наверное, нам что-то сначала поджать. Я в шоке. Если это откроется, то где-то существует какой-то гений. Она открывается! Господи, реально, я уже вижу. Смотрите. О, мой бог. Кто создал эту машину? Все, все. Давайте смотреть. Это реально работает. Господи, как? Я просто всю жизнь не могу эти консервные банки нормально открыть. Я то себе что-нибудь порежу, то банку сломаю, то нож сломаю. Такое тоже бывает. Офигеть, эта штука реально работает. Это какая-то шайтан-машина, представляете? Я ставлю ей 15 баллов из 10 возможных. Она безумно крутая. Вообще пушечный гаджет. Рекомендую всем. Ну а сейчас пришло время протестировать вот такую маленькую штучечку. В общем, это шагомер. Он стоит очень дешево, в районе 100, 200, 300 рублей. Не нужны никакие ми-бенды, которые там считают шаги по 3000. И уж тем более Apple Watch за 40, 30, 20. В общем, вот эта штучка должна считать шаги. Счет шагов максимум до 99999. Чтобы сбросить пройденные шаги, нажмите Reset. Как вообще включить? Тут одна единственная кнопка, которая по ходу у нас не работает. Тут написано, что если устройством не пользоваться дольше 120 дней, оно уходит в режим сна. Сколько им на складе не пользовались? Она реально не работает. Я хотела шаги и шагать. Она не включается. Я даже не понимаю, где батарейку заменять. Надо разбирать. Трэш вообще. Ну, что ты разрываешь? Да я смотрю, как это работает. Сколько держать надо? Да не написано. Короче, ребят, берите, пользуйтесь на здоровье. Это отличный аксессуар, который разваливается. Пожалуйста, не покупайте его, не тратите свои деньги. И это просто фу. Гаджет оказался нерабочим. Отстой. А сейчас мы сделаем из меня настоящую нефертитиум. Ну, если, конечно, получится. Это тренажер для коррекции силуэта шеи. Красивая шея всего за 2 минуты в день. У нее было вот так, а потом стало вот так. Без всяких там ваших фотошопов. А-а-а. На выбор есть 3 пружины. Я так понимаю, легкая, тяжелая, очень тяжелая. Мы начнем, конечно же, с легкой. Да, я так и знала. Для начального уровня, для среднего и для продвинутого уровня. Я сделаю. Закрепляем. Мне страшно, если честно, представляете, если она выскочит. Мне кажется, челюсть вырастет больше. Денис все переживает за мою челюсть. Мне грудь больно. Очень странное ощущение. Мне очень сильно жмет зубы. Типа везде идет очень сильное давление. Мне жмет грудь. Но пока что на этом все. Ну, короче, хрень вообще какая-то мне больно. Тут красное, да, наверное? Да, конечно, все. Все разобрало. Ого! Ну, наверное, только нефертисим следует пользоваться данным прибором, потому что они очень выносливые. Они должны быть безумно красивыми. А обычным обывателям можно и так прожить без нефертить вот этих вот всех. Ну, дерьмовая штука. Мне вообще не понравилась. Отстой! И переходим обратно к кухонным гаджетам. У меня есть специально вот такой вот нож для красивой вырезки фруктов и овощей. Как-то там это называется по-особенному. Карвинг. Как? Карвинг. Карвинг. Карвинг, дорогие друзья. Вот так вот выглядит. Давайте я его быстренько помою. И теперь пытаемся нарезать. Так это сложно. Легко. Ты карвинист, что ли? Это для таких полупоперных карты. Ну, неплохо. А что ты жжешь, то все получилось? Да, все получилось. Теперь давайте на лимоне посмотрим. Ну, это вообще, мне кажется... Не надо прорезать до конца. Посредине только разрезать. У меня сок вытекает. Ребята, теперь зовите меня оформлять ваши праздничные столы. Я завожу каршеринг-группу. И мы будем выезжать на все ваши юбилеи, дни рождения. Огурчики нарежем, помидорчики нарежем. Киви, бананчики. Своим я сделаю скидку 20% по промокоду MashaZoom. Переходите по ссылочке в описании, ищите мой сайт с карвинг-группой. Я и мой нож сделаем для вас все, что нужно. В общем, мы сейчас с вами эту штуку будем проверять. Она мне напоминает грохотку для яиц. Но сюда снег берем, сюда берем. Так. И у вас есть целый арсенал снежков. Понимаете, да? Сжимаем получше. Вот так я... Пожалуйста. Ну, хотя бы два получились. Ну, хотя бы один. Я еще хочу. Смотрим. Смешки. Ай, блин, больно. Ну что, Настя? До свидания. Ну, а теперь, ребята, пришло время протестировать суперкрутой кроватный гаджет. Сначала кажется, что это какая-то простая незамысловатая тряпочка. Но нет, ребята, это специальный гаджет, в который можно убрать планшет, телефон, какие-то там записные штучки, пульты и так далее. Круто. С твоей или с моей? С твоей. Конечно же, с моей. Устанавливается это куда-то вот сюда. У меня тут пультик имеется. Вставляем. Смотрите, здесь кармашек, здесь кармашек. Пульт в прямом смысле потонул. Его вообще не видно, поэтому я его сюда положу. Вообще, записная книжка у меня лежит вот здесь. Теперь она будет лежать у меня вот здесь. Офигеть, крутая тема вообще. Что-то обретет свое место. Например, такая вещь, как пульт, которая всегда теряется. Мне кажется, что эта штука крутая именно для пультов и прочих каких-то мелких гаджетов, которые все время непонятно где находятся. Определенный лайк, да? Да. Ты теперь такую уже захочешь, я знаю. Ну, а теперь мы с вами будем делать стальной пресс. Такая штука называется массажер для пресса электрический. Вылит массажер это как-то вот так. Его, видимо, нужно сначала собрать. Не используйте массажер одновременно с другими приборами, которые передают телу электрический импульс. Блин, мне так стрёмно это использовать. Давай всё-таки на тебе. Ну, давай. Он приклеивается. Смотрите, ребят. То есть, офф, он. Один, два, три. Давай сначала проверим, как это работает. Смотрите, вот так вот нацепляем. Ну и что, мы цепляться будем ещё, нет? Кто в твоём комбине... Вау! Это мне стрёмно. Давай уже одевай. Да страшно мне! А если у него шарахнет током, что будем делать? Откачивать будем. Ты там не дыши, пипит. Нажимай! Почему ничего не происходит? Он током ударяет, я тебе реально говорю. Максик, мне кажется, я чуть не откинула. Всё так страшно было вообще. Макс, ну так было страшно. Она такая дурацкая штука. Я в шоке. Мне вообще не понравилось. Баксик, я испугался, но шоу. Ну что, ребят, это был последний гаджет. Он очень стрёмный, он ужасный. Мне кажется, он просто небезопасный. Либо я сакуха. Ну, он реально током шарахнул. Знаешь, прям вот так вот даже всё. Я поняла, что это всё, что пора его снимать, что здесь что-то не так. И нужно избавляться от этой штуки на моём чугунном прессе. Лучше просто по старинке качать пресс, заниматься спортом. Там влево, вправо, туда-сюда. И вот эти вот ваши умные технологии. Короче, гаджет отстойный. Пишите в комментариях, какой гаджет вам понравился больше всего. Не, это, конечно же, кофе. Открывашка. Чё, говоришь, тебе эта штучка с туалетной бумагой? Не, ну я знала. И всем большое спасибо за просмотр. Мы вас очень любим. И пока. Байксик, поцелуй.